В Ялте нереально дорогие отели, плюс их не так уж и много, поэтому большинство отдыхающих останавливается в частном секторе. Сейчас я как раз спускаюсь из своего жилья по совершенно типичному для Ялты переулочку. Местность холмистая, поэтому очень много уклонов и соответственно большое количество лестниц. Тротуары в большинстве своем неудобные для езды, поэтому остается ехать только по дороге. В машине ездить по городу достаточно неудобно. Устряющие дороги, пробочки и, самое главное, очень мало мест для парковки. Почти в каждом городе, расположенном между горами, примерно по центру протекает река, которая берет свое начало как раз в горах. Полноводными такие речки становятся после дождей, остальное время они всегда мелкие. Еду через небольшой парк в центр Ялты, и просто очевидно, что здесь ничего не менялось. Десятилетие лет, по-моему, 40 или 50. С другой стороны, это достаточно колоритно, потому что уже через пару-тройку минут отсюда можно выехать на улицу Пушкинская, откуда начинается пешеходная зона в сторону набережной. И вся эта зона уже была альтернативной. Въезжаю в самое начало довольно длинной пешеходной улицы, которая расположена перпендикулярно к морю и выходит примерно посередине набережной. И здесь уже очень много людей. В основном это, конечно, туристы. Вокруг кафешки, отели, продажи всяких сувениров, какие-то магазинчики. Ну, в общем, все как всегда в туристическом месте. По помощи соревнований по аудиозвуку проверяют громкое звуковое давление, у кого громче играет аудиосистема автомобиля. Если с пешеходной улицы пернуть направо, то начинается Приморский пляж. Его отремонтировали буквально в этом году, даже еще не доделали до конца. Выглядит достаточно симпатично. Красивые виды, хорошее покрытие. И попал на шествие в честь Дня города Ялты. Если проехать еще дальше, то снова попадаешь в стиль пансионатов времен СССР. Вот этот прудик, кстати, он сделан в форме полуострова Крым. Довольно интересно. И отсюда можно спуститься обратно по морскую пляжу. Дорога вот уже не очень была одинкой. Мы кубики на прессе конкретно напрягаем. Колы проходит сбоку достойный контингент. И каждый из них, конечно, креветки предлагаем. Креветки на солёне и пивка целый пакет. Мы по колено в море лапаем медузы. Широко от захопления по открывали рот. Девчата романтично за нами наблюдают. И очень интенсивно дыхают с моря йод. Оу я, оу я я. Ялта, женщины и я. Даси зуба Ченгизган. Чорное море океан. Оу я, оу я я. Ялта, женщины и я. Даси зуба Ченгизган. Чорное море океан. Ялта. Вернулся на набережную. Дело идёт к вечеру, поэтому количество людей начинает резко расти. Большинство отдыхающих днём или утром идут на пляж, потом могут немножко поспать и вечером уже практически все выползают на набережную. Поэтому здесь начинаются толки люди. В целом набережная довольно красивая и вполне катабельная. Немного напрягают эти чисто советские постоянные объявления в громкоговоритель. Восточного края набережной есть такое расширение, напоминающее площадь. На ней проводятся какие-то мероприятия. Сегодня это концерт «Честь дня города». Я еду от моря в сторону города и натыкаюсь на памятник, очень похожий на аналогичный в Москве рядом с метро «Октябрьской». И там также тренируются скейтбордисты. При удалении от туристической зоны покрытие начинает резко портиться. Например, это может быть плитка с огромными щелями. Либо жутко неровный асфальт, по которому очень тяжело ехать. Но дворики, правда, вокруг колоритные. Поэтому, если нужно перемещаться на какое-то расстояние, а не просто плавно катиться, смотря по сторонам, то комфортнее делать по автомобильной дороге. Тем более, что машины ездят достаточно небыстро. ПЕСНЯ Если у вас стоит вопрос, брать ли в Ялту ролики, то да, однозначно да. Даже новичку интересно будет покататься по красивой ровной набережной, а профи могут погонять по холмистым и извилистым точкам ближе горам. Продолжение следует... Продолжение следует...